Будучи христианином, вы хотите своей жизнью прославлять Господа. Мы все этого хотим. Это наше желание. Несмотря на какие-то неправильные поступки, ваше желание — прославлять Господа. Бог любит вас. Послушайте меня. Бог любит вас, преображены вы или нет. Пожалуйста, поймите. После того, как вы родились свыше, получили спасение, то, что вы делаете и чего не делаете, не приведет к тому, что Бог будет любить вас больше или меньше. Вам необходимо понимать. Бог любит вас. Послушайте меня. Он любил вас еще тогда, когда вы были грешником. Когда вы были еще грешниками, Он любил вас и умер за вас. Каким-то образом мы усвоили эту идею о том, что то, что мы делаем, приведет к тому, что Бог больше не будет нас любить, или же, если мы будем вести себя очень хорошо, Он будет любить нас больше. Нет. Сейчас Бог любит вас так, как и будет любить всегда. И вы ничего не можете сделать, чтобы Он любил вас больше, и не можете сделать ничего, чтобы Он любил вас меньше. Бог любит вас. В каких-то ситуациях Он не одобряет то, что вы делаете, но Он всё равно любит вас. Понятно? Поэтому практическая святость невозможна, если вы не понимаете этого, если вы не понимаете, что праведны пред Богом во Христе Иисусе. Причина, почему Бог сделал вас праведными, не в делах. Иначе говоря, Бог сделал вас праведными не по причине ваших дел, а потому что Он любит вас. Если у вас трудная ситуация, и вы не можете вспомнить подходящее место Писания, просто напомните себе, Бог любит меня. И поскольку Он любит вас, и вы верите в то, что Он любит вас, ваша вера начнёт работать. Понятно? А теперь давайте откроем первую главу Первого Послания Коринфянам и прочтём 29 и 30 стихи вместе. Отправьтесь сегодня в это путешествие вместе со мной. Первое Послание Коринфянам, первая глава, стихи 29 и 30. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Расширенный перевод. Но это от него, что вы имеете свою жизнь во Христе Иисусе, которого Бог сделал нашей мудростью от Бога, открытую нам как знание Божественного Плана Спасения, прежде скрытый, но проявившийся, как наша праведность, таким образом, сделав нас праведными и поместив в правильное положение перед Богом, «Сделал Его нашим освящением, чистыми и святыми, и нашим искуплением, обеспечив выкуп от нашего вечного наказания за грех». Послушайте, Бог позволил, чтобы Иисус сделался для нас мудростью. Итак, Иисус был сделан мудростью для нас. Иисус — моя мудрость. Он был сделан мудростью для меня. Иисус был сделан для меня праведностью. Иисус был сделан для меня освящением и святостью. Иисус был сделан для меня искуплением. Поразмыслите над этим. Если мы вычтем Иисуса из этой ситуации, то будет ли у нас искупление? Если мы уберем Иисуса из этого уравнения, «Можете ли вы сделаться праведным по вере?» Нет. Если вы праведны без Иисуса, то это праведность через что? Через дела. Без Иисуса может ли у вас быть мудрость, приходящая от Бога? Можете ли вы быть освящены без Иисуса? Можете ли вы быть святым без Иисуса? Так почему же мы пытаемся быть святыми без Иисуса? Почему люди стараются быть праведными без Иисуса? Почему люди говорят «Я был искуплен» без Иисуса? Ведь именно Иисус заплатил выкуп для того, чтобы вы были свободными. Вот какой я делаю вывод. Мудрость, праведность, освящение, святость и искупление без Иисуса невозможны. Итак, Иисус был сделан для меня мудростью. Скажите громко «Иисус — моя мудрость». «Иисус был сделан для меня праведностью». Скажите «Иисус — моя праведность». «Иисус был сделан для меня освящением». Греческое слово, переведенное как «освящение», означает также и «святость». Скажите громко «Иисус — моя святость». «Иисус был сделан для меня искуплением». Обратите внимание, все, кем был Иисус сделан, Он был сделан для вас. Если вы попытаетесь обрести это все без Иисуса, будете ли вы успешны? Так вы согласны со мной, что христианская жизнь не полна и не будет такой, какой она должна быть без...» «Назовите Его имя». «Скажите еще раз». «Имя». «И еще». «Иисуса». «Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих». «Здесь, по сути, говорится то же самое». К римлянам 8, 32. «О, мы доверяем Тебе, Иисус. Мы доверяем Тебе, Господь. Пока вы открываете, скажите, «Я больше не достигаю». «Сегодня я принимаю». «И я принимаю». «Все, что Иисус достиг». «И я принимаю». «Теперь, видите? Мое упование на Иисуса. Мое упование не на себя. Я не собираюсь уповать на себя. Библия говорит, что человек, полагающийся на себя, глупец. Я не собираюсь опираться на длань плоти. Я не собираюсь уповать на людей. Мы должны, начиная с сегодняшнего дня, мы должны уповать на Иисуса и на все, кем Он сделался для нас. Не знаю, как вы, но я не собираюсь уповать на себя. Я знаю, что доверять себе я не могу. Уповайте на Иисуса. Прочитайте 32 стих. Прочтем этот стих вместе. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не даруют нам и всего». Итак, Бог дал нам Иисуса, и с Иисусом мы можем свободно принимать все. Однако без Иисуса мы это все принять не можем. С Ним мы можем принять исцеление. С Ним мы можем принять мудрость. С Ним мы можем принять праведность. С Ним мы можем принять искупление. С Ним мы можем принять преуспевание. А без Него мы ничего не можем принять. Вы видите, что такое упование на свои силы, попытка достичь всего этого — это человекоцентричное отношение. Пожалуйста, поймите, разница между тем, что имеем мы в наших отношениях с Иисусом, и религией в том, что мы абсолютно, полностью, без цени сомнения, зависим от Него во всём. Так должно быть. Я должен зависеть от Иисуса во всём. Я пришёл к выводу, что даже не могу доверять в том, чтобы принимать полезные для здоровья добавки. Потому что в конечном итоге, божественное здоровье — это то, которое приходит от Бога. Поэтому источником моего здоровья должен быть Иисус. Поэтому источником моего здоровья должен быть Иисус. Но я не должен пытаться быть здоровым без Иисуса. Значит ли это, что я не должен принимать полезное для здоровья? Нет, не значит. Я буду продолжать принимать эти полезные добавки, но они не источник моего здоровья. Иисус дал мне божественное здоровье, И я принимаю его не через какие-то вещества, стремясь укрепить здоровье. Я принимаю его от Иисуса. Вы поступаете не по благодати, пытаясь побудить Бога сделать то, что Он уже сделал. У меня божественное здоровье. У меня божественное здоровье. Идёт ли речь о жареном цыплёнке или о запечённом? Вы согласны со мной? Но в то же время Дух Святой говорит мне, не ешь жареного цыплёнка. Это не полезно для тебя. А я хочу тебе помочь. Вы, наверное, почувствовали запах жареного цыплёнка. Всё это понятно. Хорошо. Идём дальше. Вы во Христе. Скажите, «Я во Христе». Я уже не живу по плоти. Я во Христе. Бог видит меня во Христе. Освящение или святость. А это одно греческое слово. Согласно тому, что мы прошли в местах Писания, освящение и святость — это не поведение, это Личность. Мы говорим о том, что базовый источник нашего здоровья — Бог, Иисус. Базовое основание того, чем является освящение, — Иисус. Не пытайтесь иметь святое поведение без Иисуса. Иисус — моя святость. Скажите это громко. Итак, поскольку у вас есть эта Личность, у вас есть всё, что вам необходимо. Вы хотите, чтобы ваша жизнь была преображена. Кто из вас хочет, чтобы ваша жизнь была преображена? Недостаточно просто знать, что ты пойдёшь на небеса. Вы понимаете, что я говорю. Я знаю, что я спасён. Я знаю, что сделал Иисус, пролив свою кровь. Я знаю, что пойду на небеса. Но этого недостаточно. После того, как вы узнаёте, как сильно Бог любит вас, после того, как вы узнаёте, сколько Он сделал для вас, после того, как вы узнаёте, сколько Он вам простил, после того, как вы узнаёте, что даже когда вы не верны, Он верен, узнав всё это, вы хотите, чтобы ваша жизнь преображалась. Вы хотите жить так, чтобы воздавать Богу славу. Вы хотите быть живым письмом, прочтя которое, люди узнали бы, что Бог благ, потому что они прочли вашу жизнь. Об этом мы и говорим. Как нам преобразиться так, чтобы своей жизнью воздавать славу Богу? Вот что сказано в 29 стихе 16 главы 1 книги Паралипоменон. Откройте это место вместе со мной. 1 книга Паралипоменон, 16 глава, 29 стих. Как видите, я очень хочу донести до вас эту истину сегодня. 1 Паралипоменон, 16, 29. Давайте прочтем этот стих вместе. «Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар». О, это сильно! «Воздайте Господу славу имени Его». «Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии, красоте святыни Его». Писание говорит, «Поклонитесь Господу в красоте святыни Его». Мы должны видеть красоту святости, если желаем, чтобы люди захотели святости в своей жизни. Нам надо увидеть красоту святости, а не то, что мы видели через традицию. Слово «святость» происходит от слова, означающего «полный», «цельный». Полный, «цельный». Цельный в своем духе. Цельный в своем теле. Цельный в своей душе. Цельный в своей семье. Цельный в своих финансах. Цельность, гармоничность. Противоположность у святости является не грех, хотя так я и думал всю свою жизнь. Я думал, что противоположность у святости является грех. Противоположность святости — заурядность. Противоположность святости — быть заурядным. Послушайте меня внимательно. Поэтому, говоря «Будь святым», Бог говорит «Будь выдающимся». Говоря «Будь святым», Бог говорит «Будь отделенным от мира». «Вы, мой народ, будьте выдающимися, будьте отделёнными от мира. Будьте отделёнными от мира. Не будьте заурядными, как мирские люди». Быть святым значит, что когда мирские люди беспокоятся, когда они в беспокойстве, вы в радости и мире. Когда мирские люди становятся банкротами, как вы будете демонстрировать святость? У вас в это время будет изобилие, потому что вы отделили себя от мира и от того, через что проходят мирские люди. Когда мирские люди больны, вы исцелены. Вы святы. Вы отделили себя от того, через что проходят они. Мы отделены от всего этого. «Святой» буквально значит «отделённый от мира». Подумайте об этом. Мне необходимо оставаться отделённым от мира. И я верю, что сейчас, именно сейчас приходит время, когда мир будет проходить через одно, они посмотрят на нас и увидят, что мы проходим через противоположное. Когда они будут проходить через спад, мы будем проходить через подъём. Когда у них будет нехватка, у нас будет сверхизобилие. В то время, когда они будут печальны, мы будем счастливы. Когда они будут беспокоиться, мы будем уверены. Аллилуйя! Аллилуйя! Нам необходимо быть отделёнными от мира через то, чтобы быть теми, кем Бог оснастил нас быть. Итак, если люди не видят красоту святости, а они не стремятся к ней, они не стремятся к ней. Первое, в чём надо утвердиться, касательно практической святости, это то, что святость — Личность по имени Иисус. Послушайте. Иисус — моя святость, и поэтому я завишу от Него. Вот на ком мой фокус. Святость не может зависеть от нас. Святость не может зависеть от наших чувств, не может зависеть от нашего опыта, не может зависеть от нашего сознания. В противном случае, мы всегда будем в депрессии. Каждый раз, надеясь на себя в том, чтобы быть святыми, мы будем видеть испорченность и тьму. Вспомните, что происходило в 7 главе Послания к римлянам, когда апостол Павел говорит о борьбе между Духом и плотью христианской жизни. Он сказал не «Что избавит меня?» «Кто?» Скажите «Кто?» Скажите «Кто?» «Кто избавит меня?» А не «Что?» «Кто избавит меня?» «Кто избавит меня?» Поэтому каждому надо сфокусироваться на «Кто?» А не на «Что?» Не «Что я буду делать, чтобы оплатить свои счета». А кто будет делать? Не «Что я буду делать, чтобы исцелиться». Нет. Кто? Вы знаете это отношение. «Я должен быть святым». «Я должен быть верным». «Я должен быть таким, как хочет Бог». Это не придет от того, что вы будете смотреть на себя. Я только что сказал. Все это святость, верность не приходит от того, что вы смотрите на себя. Не приходит от того, что вы смотрите на себя. Мы установили это в прошлый раз. Святость не в вашей плоти. Плоть — это способ мышления и способ действия, которые идут против того, что говорит Слово Божье. Всю вашу жизнь после рождения свыше будет происходить борьба с плотью, которая будет побуждать вас делать противоположное тому, что говорит Дух. Чтобы не исполнять вожделение плоти, надо ходить в Духе. А вы не сможете ходить в Духе, если не будете обновлять свой ум Словом Божьим. У Бога никогда не было намерения, чтобы у нас было такое отношение. «Ну, я буду терпеть поражение от своей плоти во все дни моей жизни». Его намерение, чтобы мы побеждали, потому что мы обновляем свой ум Словом Божьим и смотрим на Иисуса. Но святость не в нашей плоти. А это значит, что нет плотского способа достичь святости. Нет никакой продвинутой программы самодисциплины. Прилежание на основе собственных усилий. Вы не сможете достичь и не достигнете этого через собственные усилия, через дела плоти. Святость во Христе. И Иисус есть святость. Святость во Христе, а не в плоти. А мы во Христе. Помните, в послании к римлянам 7.18 говорится, «Не живет во мне, то есть в плоти моей, добрая». Поэтому не ожидайте доброго от своей плоти. Не ожидайте святости от своей плоти. Вам надо правильно утвердить эту истину в своем мышлении. Когда вы грешите, это плоть. Мы склонны говорить, «Грешит весь человек». Треть меня, подобно Богу. Треть меня, одно с Богом. Ветхий человек пребывает в плоти. И когда вы принимаете плохое решение и грешите, пожалуйста, не говорите, «Это делаю я». Вы рождены свыше. Вы с Богом. Вы одно с Богом. Отождествляйте часть себя, которая грешит с плотью, чтобы вам не надеяться на нее. Чтобы вам не надеяться на то, что однажды вы, проснувшись, окажетесь в новой, улучшенной плоти. Плоть будет бросать вам вызов до самого конца земной жизни, до того момента, когда у вас будет новое тело. Плоть и грех в плоти были распяты во Христе. Поэтому не позволяйте плоти осуждать вас. Не позволяйте плоти осуждать вас. К примеру, вы согрешили, но вы так и остались рожденным свыше. Вы не лишились праведности. Вы пришли в церковь и поклоняетесь Господу. А ваша плоть говорит, «Как ты можешь поклоняться Господу после того, что ты сделал до того, как приехать сюда?» Какой ответ? «Да, правильно?» Нет, правильный ответ — «Это сделала ты». И вы продолжаете поклоняться Богу. Да, это будет трудно, потому что плоть будет противодействовать вам все время. Ты посмотри на себя. Ты только посмотри на себя. Вот тогда-то надо сделать мое святое движение. А, спасибо, Господь. Я тебя заставлю поклоняться. Подними ногу, теперь другую. Вот так. Вам необходимо научиться не останавливаться, не позволять шепоту плоти. Ты лицемер. Останавливать вас в том, что вы делаете по своей истинной природе, в своем истинном Я. Не позволяйте плоти осуждать вас. Скажите громко, «Христос — мое новое тождество. Я пребываю во Христе, а не в своей плоти». Я во Христе. Вы по-прежнему в этом путешествии вместе со мной, верно? Истинно святой человек смотрит на Христа. Истинно святой человек никогда не смотрит на свою плоть и на свое «я». Истинно святой человек смотрит на Христа. Мы изучаем жизнь Иисуса, потому что как Он, так и мы. Если я постоянно читаю в первом послании Иоанна 4,17, «как Он, так и мы», то часть меня говорит, «я хочу знать, каков Он». Это ключевой момент. Я хочу знать и видеть, каков Он. Как Он, так и мы. Как Он, так и мы. Поэтому я хочу видеть, каков Он. Потому что, видя Его, я должен видеть себя. Смотрите. Видя Его, я должен видеть себя. Но я не увижу себя таким, как Он, пока не увижу Его. Это все равно, как человек, который не видел ничего, кроме своего дома. Если самый большой дом из всех, что человек видел, — это дом из трех комнат, а я прихожу к нему и говорю, «Послушайте, я построю вам...» Дума, в одном из наших служений на прошлой неделе приводился этот пример. «Я построю вам любой дом, какой вы захотите». И Он скажет мне построить самый большой дом из всех, что Он видел. Дом из трех комнат. Он ограничен тем, что видел. Он не видит себя ни в каком другом доме. Но если вы просматривали каталоги и видели там разные дома, то если я вам скажу, «Я построю вам любой дом, какой захотите», скажите, какой. Тогда мне на постройку может потребоваться 3-4 года. Ключевой момент — это то, что я только что сказал. Это ключевой момент. Вам необходимо созерцать образ, прежде чем вы станете образом. Аллилуйя! Мы изучаем жизнь Иисуса, потому что как Он, так и мы. Бог видит нас в Иисусе. Поэтому Божий путь избавления — перевести взгляд с себя самого на Иисуса. Послушайте меня внимательно. Кто из вас когда-либо нуждался в избавлении? Поднимите руки и ноги. Хорошо. Вот Божий путь избавления. Вот что Ему необходимо сделать, чтобы избавить вас. Перевести взгляд с себя самого на Иисуса. Это ключевой момент. Надеюсь, вы его записали. Перевести взгляд с себя самого на Иисуса. Давайте я покажу вам иллюстрацию. Откройте книгу чисел 21 главу. Это, я думаю, один из решённых вопросов, будь то в Ветхом или в Новом Завете. Богу необходимо убрать ваш взгляд с вас самого. Что я имею в виду? Когда вы смотрите на себя, тогда это моя проблема. Моя обида, моя боль, моя ситуация. Мои счета, мои дети, мой брак. Ваш взгляд сосредоточен на себе. А пока вы смотрите на самого себя, вас трудно избавить от внутреннего «я». Потому что ваше внутреннее «я» — это ваше внутреннее «я». Послушайте, 5 стих, числа 21 глава. 5 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Вот так они и говорят о Манне. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Не надо было им жаловаться на пищу. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя». Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев, и помолился Моисей о народе. Как же Бог избавит их? И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Вы видите это? В пустыне израильтян стали жалить змеи. И Бог сказал, «Отведите свой взгляд от своих ран, и смотрите на змея на шесте, и будете исцелены». Конечно, мы знаем, что это прообраз того, что Иисус взял на Себя все наши грехи, что тот змей есть прообраз Иисуса на кресте. Но есть тут очень важный принцип, который я хочу, чтобы вы усвоили. Принцип состоит в следующем. Если вы хотите получить избавление, то не смотрите на свои раны. Вы должны смотреть на Агонца, созерцать его. Ключ к любому избавлению. Именно это я имею в виду. Ключ к любому избавлению — перевести свой взгляд с себя на Иисуса.